итак всем привет на улице сейчас дождь идет вот я в гараже и решил все-таки вот запилить такую тему как очень тонкий очень тонкий анализ и тема популярная тема работа то есть смотрите как получается то есть если я до этого снимал какие-то видеоролики да и там был у нас там про автомобили там про армию то есть такое узкое такое направлено что не всех людей это зацепляло как-то имеется ввиду что но девчонкам допустим да там армия что там как зачем им просто не интересно но от работа мне на сама эта тема интересна и я чувствую просто не хочу за один выпуск даже за одну часть потому что все-таки работа она настолько разная разной специальности должности работаешь на себя на дядю бизнес там и так далее то есть работа абсолютно разная поэтому конечно же ее будут за 20 минут и просто всю не охватить мы сегодня будем говорить какие-то определенные профессии да мы с ней все-таки будем говорить про общую вот именно массу людей хотя не любили тут массу да вот слово это все-таки ну про большинство людей на родился 90 процентов которые все-таки ходят на работу получает фиксированную зарплату абсолютно разные и жизнь идет собственно говоря отпуска там потихонечку там оплата дороги два раза один раз два года и так далее ну смотрите какая ситуация складывается на я просто всю жизнь слышал это словосочетание где-то писали на слуху где-то но я ни разу нормально с этим не сталкиваюсь это словосочетание называется вот любимая работа сколько у вас знакомых и друзей которые просто кричат ну когда-то отпуск кончится или допустим когда мы там эти выходные уже пройдут суббота воскресенье да сколько можно когда опять эти выходные закончатся на 100 кто-то говорил да никто все равно при любом складе какая бы она офигенная класс работа не было ты хочешь отдыхать отпуском и так далее но но все-таки любимая работа она существует но об этом поговорим на свеки чуть попозже смотрите основная масса не любит просыпаться рано утром даже если ходишь посменно вахта у тебя какая-то ты не все равно ты такое ощущение что тебе кто-то заставляет если честно то есть ну по логике вещей ты должен подумать что есть выбор у тебя даже если живешь маленьком городе выбор всегда есть да то есть надо просто осилить как-то осмелеть и что-то сделать перепрыгнуть но суть такая что нам в любом случае не нравится вот именно просыпаться толкаться в автобусах метро там в пробке стоять приходить кому-то что-то объяснять там те что говорят там наказывают каким-то образом и вот любом случае не нравится же там людям не нравится именно то что именно против воли идет да вот так по всему их и это как можно сказать что плохо это плохо у большинства людей такая картина складывается что они работают не по профессии не по специальности но плохо именно в том что если тебе не интересен сам процесс тем что ты занимаешься кладка кирпича не знаю ты в офисе сидишь да если тебе нравится то чем ты занимаешься пока даже будет какой-то бизнес ты никогда не добьешься никаких результатов никогда никаких результатов не бьешь и так в любом абсолютно деле вот если тебе не интересно вот как будто крышка лежит вот бортировать и не смоти допустим надо дает и сделаешь кое-как но не будет никакого удовлетворения от процесса и все появитесь так то есть полосу настроения тебе обеспечены и большинство людей работает именно так поэтому никаких карьерных ростов и так далее еще что этим связано то есть постоянно вот этот негатив приходишь домой что плохое настроение татр опять наработать опять же выходные и так большинство людей то по сути так большинство людей и кто-то может быть не нашел до сих пор себя в жизни дает вам все надеется что вот завтра вечер пойду там зарплата повысит и так далее но большинстве случаев ничего не произойдет. Вот до конца жизни тридцать теha уже будет, пятьдесят лет, ни хрена ничего не произойдет. Если сидеть на жопе ровную серьезно, ни хрена не произойдет. Тебе никто не приедет и скажет, давай вот не работай, а я тебе буду платить. Никто так не скажет никогда в жизни. Поэтому, конечно же, надо какие-то принимать действия. Для кого это интересно, для кого нет, сиди на жопе ровном. Кому-то надо, кому-то нет. Но, все равно, конечно же, хочется, чтобы, знаете, вот ничего не делать, а какие-то деньги там, допустим. Не бывает такого. Не бывает такого. Деньги не нужны. И я с этим, можно сказать, что не то, чтобы деньги решают для меня, но я просто знаю, что они, может, не на первом месте, но на втором в жизни, вот они у меня, допустим, точно. Потому что я просто, смотрите, как я сейчас объясню. Я до этого делал выпуски, и мне писали девчонки, что я за любовь, мне ничего не надо, деньги на втором плане. Дело в том, что когда у человека есть фиксированная зарплата, он привык жить от зарплаты до зарплаты, для него деньги, может быть, ничего не решают, по сути-то. Но для тех людей, у которых их просто нету, вы поверьте на слово, что для них деньги очень много, что значит. Если у человека очень много денег, и даже для него эти деньги тоже очень много еще значат, потому что он знает, что он может управлять просто людьми, делать все, что хочет и так далее. Но все-таки общая масса людей знает, что там вроде бы что. Мы просто привыкли, согласитесь, просто привыкли жить от зарплаты до зарплаты. Ты уже вот сейчас знаешь, ты зарплату еще не получил, но ты уже знаешь, что ты уже купил в следующем месяце. То есть какие-то необходимые вещи, за квартиру заплатил, за кредит, все, денег у тебя нет. И денег у тебя никогда в жизни не будет. Есть такая поговорка, да? Кто не работает, тот ест. Вот по сути она может сказать, что правильно работает. На работе не заработаешь никогда в жизни. Никогда в жизни не заработаешь. Блин, вопроса с этим надо смириться. Имеется в виду, что на работе не над собой, не какой-то физический труднодача, а именно, что ты ходишь на какую-то работу, где у тебя есть какая-то зарплата. То есть есть, да, редкие случаи, когда кто-то человек выбивается в чиновники, там какое-то высшее руководство, где там действительно миллионы куртятся. Но по большому счету, побойтесь бога, ну все же получают просто, ну, относительно, конечно говоря, копейки. 50-100 тысяч. Это немного, это просто такие копейки. Нет, просто электро-люди, да, работая, допустим, и вот, может быть, они чего-то ждут, и думают, что, допустим, будут на 100 тысяч больше получать. И думают, все, жизнь поменял. Ни хрена не произойдет. 50 тысяч ты получаешь, или 250 тысяч. Поверь на слово, ни хрена кардинального в твоей жизни ничего не произойдет. Просто ничего. Ты будешь просто-напросто, у тебя повысятся потребности. Ты будешь покупать чуть получше бухло, ты будешь покупать чуть больше еды, чуть получше одежду, ты возьмешь побольше кредит, у тебя будет теперь больше машина размером, и все чуть-чуть побольше. Но так, чтобы ты так сидел просто там, и плевал в потолок, и что-то делал, просто кидал так вот на эти там деньги, такого никогда в жизни не будет. Если ты просто-напросто ходишь на работу. Вот у нас, смотрите, вот далеко ходить не надо, вот начальство, да, вот у нас работает. То есть есть подчиненные, у нас есть отдельная стоянка для подчиненных, то есть там стоят машинки, и некоторые машины, которые стоят, они гораздо круче, чем машины, которые стоят у руководства, допустим, у разных цехов, начальники, которые получают 100 тысяч, больше 100 тысяч, и что у них за машина? Да хрен говняная стоит, ничего у них в жизни кардинально не происходит. Просто-напросто чуть побольше туда-сюда, чуть побольше туда, и вот и все, все дела. То есть имеется, смотрите, какая ситуация. Даже если ты будешь получать 250 тысяч, да что я эту сумму выбрал-то, пускай даже 200 на 150, да для кого-то это тоже много. Я померю на слово, пройдет год-два, и для тебя это так мало покажется, ты такой думаешь, да что такое-то, как я раньше вообще жил, когда получал в два раза меньше. Вы что думаете, зачем люди покупают трехосный гелендваген за 30 миллионов, да, который просто он не нужен, вообще не нужен, допустим, в большом городе? Зачем люди покупают футбольные команды, какие-то яхты, на которых даже не ездят? А зачем коллекция дорогих автомобилей, которые теряют в цене? То есть это не вкладывая денег, да, это какую-то недвижимость, это реально потеря денег. Зачем это люди делают? Да потому что им мало того, что у них есть сейчас. Просто мало. Поэтому ты должен осознавать, что если у тебя будет большая зарплата, ты просто представь, как для тебя будет со временем этого мало, если для тех людей, которые покупают яхты, для них то мало. Ну не бывает так, чтобы, знаешь, все хватало и все было классно. Хотя люди, опять же, бывают разные, да, бывают, говорю, сияют на жопе ровно, а некоторым нужно, как говорится, всегда больше. Но те, которые нужны больше, мало кто что-то делает именно по жизни, то есть мало сядут, как бы там какие-то, но постоянно ноют, что вот, а хреново, хреново, бля, начальник, там, скотина. Я что заметил-то? Чем начальник хуже, тем лучше. Это реально, вот эти вещи, да, вот я говорю, с этим надо смириться. То есть сам процесс технологический уже идет лучше, да. То есть строгий начальник, все, ты выходишь завтра, ты послезавтра, там, никаких но, никаких ни. Все, и все, процесс идет, и все классно вроде бы движется. Но для, конечно же, подчиненных, в любом случае, это будет плохой начальник, потому что он там не дал выходной. Просто представь, просто там, где-то в армии, я не знаю, там, на зоне, допустим, да, ты говоришь, что, слушай, а можем я сегодня этого не делать? А кто тогда будет воевать-то, представляешь, кто со штык-ножом побежит на врага, если, допустим, начальник скажет тебе, ну ладно, сегодня можешь этого не делать? Должна строгая дисциплина, вот и все. То есть начальника орать не надо, просто действительно, бывают козлы вонючие, да, но это отдельно, опять же, разговоры в основном, они должны быть просто-напросто строгие, и все. То есть будешь на их месте, будешь по-другому говорить. На сегодняшний день, я просто наблюдаю такую картину, что чем начальник строже, тем в роли процесс идет. Ну, лишь бы просто меня это не касалось, потому что, а так, пускай, пацаны, херачи, кто хочет. То есть кому надо, все равно будет работать. И выходные выходить, то есть человек, если думает, что если он выйдет в выходной день и заработает на 3000 больше рублей, то у него будет вся жизнь лучше, то есть это зря, конечно, это люди делают, я это давно уже понял. Дело не то, чтобы не в деньгах, дело действительно в деньгах, но не в таком количестве. То есть тратить на это время и ходить куда-то заниматься такими вещами, просто это не по мне, просто не по мне. Ну, опять же, бывают, да, всякие различные просьбы от начальников и так далее. Ну, вроде бы сейчас этим делом полегче. А так, конечно, тело такое. Если честно, не в обиду, да, но мне просто парни пишут, что у меня зарплата будет 20, да, 25. Это еще более-менее. Есть зарплаты, где люди получают 15, 10 и даже 8 тысяч рублей. Просто я так просто думаю, что эта зарплата, это реально трата времени. Трата времени, такие зарплаты, ходить на работу, чем-то рисковать, тратить на это время, не уделять, опять же, родным, а сидеть где-то там что-то делать. Некоторые люди просто не выходя из дома, зарабатывают деньги такие, ничего не делая. Просто надо понять, как это все происходит, и тогда, может быть, будете получаться. Но почему это происходит? Не надо мне говорить, что вот там нет выбора у меня, да, нет работы. Выбор есть всегда. Просто по большому, люди, просто люди очкуют. Это я вот так думаю. Просто боятся. То есть настолько привыкли получать зарплату, да, и жить от зарплаты до зарплаты, что они боятся просто-напросто, что вот получил зарплату, резко уволился, да, от работы две недели по собственному желанию написал, пошел, допустим, какой-то период, да, что не сразу зарплату тебе будет, может быть, где-то на штаб сажироваться, сажироваться на кого-то надо. И ты просто обыщешь, что той зарплаты тебе не хватит для того, чтобы устроиться на новую. И то, может быть, ты даже не устроишь, может быть, ты даже не найдешь ее, понимаешь? Может быть, ты неделю отработаешь, и опять уволишься, оттуда они возьмут. И вот страх вот этот, людей берешь, что они не могут никак поменять работу. Их ходят и за 10, и за 15, и за 25 тысяч работают. Это трата времени. Это реально трата, это ненормально, как бы. Я понимаю, что в зависимости от того, что ты делаешь, а может, ты сидишь, ничего не делаешь, но не надо не сидеть, ничего не делаешь. Лучше идти пахать. Просто я сейчас нахожусь в такой сфере, да, где люди получают для нашего, как бы, можно сказать, что района более-менее нормальную зарплату. Но я говорю, работаю на той именно должности, да, вот именно сфере в этой, где люди пашут. Ну, можно сказать, что лопатые пашут, да, как бы, такое не самое приятное занятие. Но суть такова, что, по крайней мере, им платят бабки. Им платят деньги. А есть люди, которые не платят, но они жалуются, что вот не хватает. Это чисто, ну, пацаны, не то чтобы там проблема нашего государства, это их проблема, реально. Ну, сами просто видите, что должностей столько много просто. Ну, надо было начинать тогда как-то раньше это думать, что ли. Просто некоторые люди в школе не учились, образование никакого не получали, ушли в армию, пришли, все, хи-хи-хи, ха-ха, там на маме, папе сидели, да. А сейчас ты что, захотел, что ли, чтобы у тебя бабки были, что ли? То есть, ну, мы все прекрасно понимаем, что нужно развиваться не в плане, там, где-то на работе, там, в универе, там, хорошо учиться, да. А все-таки самопознание, вот именно саморазвитие, оно все-таки больше. То есть, ты больше можешь денег заработать, понять, как устроены, там, не знаю, как вариатор, и пойти разбирать, и кому-то ремонтировать, чем вот отучиться 5,5, допустим, на какого-то, я не знаю, программиста, там, в теле, и что, и сидеть, потом там сидеть, умничать, что я, там, программист. Ни хрена не понимаешь в этом. То есть, я так думаю, что если ты хочешь все-таки добиться какого-то, наверное, все-таки успеха, или, опять же, чтобы твоя работа была любимой, нужно заниматься именно тем, что тебе интересно, в любом раскладе. Только лишь поэтому, да, люди некоторые работают не по своим специальностям, не то, чтобы им работу не найти, а просто им это неинтересно. Представляете, 5 лет проучиться в высшем заведении, и потом, ну, вся жизнь вот так вот, просто, вся молодость пролетела перед глазами, да, перед твоими, и ты уже, конечно же, по-другому в жизни думаешь, не то, что это было 18 лет. То есть, в 23 года ты уже, опа, да что-то мне, что-то я не хочу идти, слушай, на железнодорожника, слушай, если, ну, оказывается, что я умею петь, там, допустим, да, и вот он идет какую-то там творческую, как бы, это, направленность. Просто смотрите, вот я вас, это, любимая работа-то, она существует же, по сути-то. Но, опять же, это не то, чтобы ты, там, порно-актер, там, или ты винокоженька дегустируешь, да, тебе рано или поздно все равно в любом случае что-то, ну, наедает. Я думаю, что все-таки любимая работа-это твое хобби. То есть, если у тебя есть хобби, ты занимаешься, то этим можно, как бы, зарабатывать, да, понятное дело, ты там, может быть, как-то и разовьешься, а если нет, то нет. И в основном, конечно, это, наверное, всякие творческие люди, то есть, любят, которые петь, вот, играть на гитаре, да, представляешь, что человек любит играть на гитаре, он еще до бабки получает. Конечно, он рад, конечно же, он работать будет без выходных. И только тогда, только поэтому у людей получается так, что не куда-то, там, вырывается на эстраду, получается какой-то, там, результат и так далее. Только лишь поэтому. А не так, что ему, там, попросили, сказали, слушай, ну-ка, забацай-ка нам, там, бам-бам-бам-бам. И он такой, вау, давай, плати. То есть, ему это самое интересное, это надо ему. По большому счету, конечно, это творческие люди. Ну, это, как говорится, капитализм, да, когда человек с Comedy Club зарабатывает больше, чем какой-то инженер, который закончил 4 высших образования. Это самая реализация. То есть, видите, как получается, все-таки, что заработать можно, но кому это надо, тот делает по-своему. Кому нет, кто хочет ковыряться в болтиках, в винтиках, да, или какие-то писать программы, то, допустим, ну, там интересно. Ну, опять же, я говорю, что, ну, не заработаешь никогда в жизни ты на этих делах. Ну, не заработаешь ты. Ну, что ты, получишь-то на 50 тысяч больше, и что ты, жизнь твоя не изменялась. Да ни хрена подопнула. Это, конечно, в этом есть минус, как бы. Но есть минус, и опять же, в том, что есть любимая работа. Вот обратите внимание, просто. Нет ничего в жизни вообще постоянного. Если, допустим, брать какую-то эстраду, да, нашу местную, вот вспомните, вот, не было никогда в жизни, чтобы, допустим, вот, ну, были отдельные кадры, но, опять же, это было не всегда. Допустим, чтобы 5 или 10 лет подряд кто-то на пьедестале постоянно, там, у него топ рейтинг, там, допустим, там, группа на-на, да, все, отпела, ушла, распалась. Да любую группу сейчас вот взять, перечислить. Есть какой-то определенный срок у каждой группы, допустим, там, да? Ну, певцы я имею в виду. Все равно не бывает так, что, допустим, 20 лет, и все, ты в топе постоянно. Не бывает так никогда в жизни. Также вот взять ближайший пример, все-таки, да, вот, мы сейчас ем на Ютубе. Вот на Ютубе вспомните, кто из блогеров, допустим, вот, постоянно был в топе, всю жизнь. Вот взять, взять лет 15, допустим, 10, там. Никто так не может, никогда такого в жизни не будет. Если кто-то сейчас в топе, то он через 2-3 года вниз упадет, и будет неинтересен. Почему это происходит? Во-первых, самому на это надоедает человеку. Любая работа, что бы ни происходило, надоедает. То есть, это немножко даже заметно по некоторым людям, да? То есть, уже он, видишь, он на завод не хочет идти, но он выдавливает, да, из себя какой-то контент. И все равно, как бы, можешь сказать, что какие-то деньги получает на Ютубе, да? То есть, в плане того, что он блогер. И вроде бы все хорошо. Но, по сути, я же вижу, что, допустим, рейтинг падает, да? Люди, вы сами все видите. Там упал это, вот тот вырос резко, допустим. Взять какого-нибудь, у которых сейчас 10 миллионов подписчиков, допустим, да, какого-нибудь героя взять. Ну, понимаете, откуда такие просмотры? Это все-таки смотрят дети. Дети смотрят шоу и так далее. Дело в том, что блогер, он не может всю жизнь быть молодой. Он вырастет через 5 лет. И он не сможет двигать именно тот контент, который вот он двигает сейчас. То есть, у него мысли поменяются. Он не сможет поддержать именно ту публику, понимаете? И дело в том, что вот почему, допустим, у некоторых блогеров детская публика, да? У некоторых блогеров, допустим, какая-то вот именно его возраста. Потому что те, кто его смотрят, думают примерно, как бы, можешь сказать, что так же, да? Ну, то есть, здесь какая-то заинтересованность. То есть, понятное дело, что если бы я сейчас играл на гитаре на беструнной, да? Под какую-нибудь музыку на телефоне, то у меня же, может быть, была бы больше, а может быть, меньше. Аудитория. Но в основном это были бы те люди, которые просто тыкали пальцем чисто поражать, правильно? Но, как бы, у каждого свой разный контент. Но суть такова, что... Суть такова, что все-таки каждый смотрит то, что ему интересно. Поэтому я вот, конечно же, нигде не переживаю за это. Но суть такая, что это надо смириться, это надо понимать. И никогда не сделать. Это то же самое, что вот как вот тут оператор, что-то тоже с ним болтали. Просили называть его по имени. И он такой говорит, действительно, так оно и есть. То есть, почему ты смотришь, допустим, на молодого парня, да, какого-то, которого много, большая публика именно в плане рейтинга, ну, пускай у него будет. Он просто думает, у него мышление именно такое, допустим, да, чтобы именно преподнести молодежи. То есть, если брать какую-то аудиторию, допустим, 30 лет, выше, там, 40, допустим, лет, она не активная. Она не делает репосты на мои видео, она не ставит лайки, она не пишет комментарии, они не участвуют в каких-то там полемиках, я не знаю, и так далее. То есть, чем моложе публика, чем больше шоу в твоих видео, тем больше у тебя рейтинг, и тем ты больше зарабатываешь деньги. Это, увы, так. Это то же самое, почему, допустим, вот мне сейчас неинтересно пойти и, допустим, там, с 50-летним мужиком стоять, допустим, там, пить пиво за подъездом, да. То есть, почему мне это интересно? Или сидеть с бабушкой на скамейке, почему мне это интересно? Не мой, по-моему, возраст, не мои интересы. Также я не смогу, допустим, напросто развлечь какую-то молодую публику, да, в плане того, что я сяду так вот с молодежи сейчас, там, по 15 лет, допустим, и что-то с ней не буду перетирать. У нас абсолютно разные интересы. Какое, правильно? То есть, мне не смогут их заинтересовать, и также они не смогут меня заинтересовать. Вот такие дела. Так что, в любом случае, какая бы работа ни была офигенная, неофигенная, любимая, там, все дела, но все равно, если тебе она не интересна, это вот твоя работа, это еще хуже, чем она была бы интересна. По крайней мере, если она будет тебе интересна, если ты поднимешь каких-то там результатов карьерного роста, да, это не будет всю жизнь у тебя, именно, ты постоянно там двигаешься, да, двигаешься, но это будет, по крайней мере, лучше, потому что ты проживешь, может, конечно, интереснее жизнь, чем вот ходить на работу, каждый день просыпаться, и вот психовать из-за того, что у тебя коллектив козлы драные, из-за некоторых людей приходится переделывать их работу, допустим, да, Да, один и косячил, отжимается все, как в армии. То есть, ну, это у всех так. То есть, если ты думаешь, что ты сейчас завтра пошел в Санкт-Петербург или там где-нибудь, я не знаю, в Валенегурске, и ты вот такой, слушай, только мне так, наверное, хреново одному. Поверь, так хреново не только тебе одному. Все каждый день парятся, что за хреня, что за хреня, где зарплата, блядь, когда выходные, почему именно когда солнце, я иду работать, а почему, когда я выхожу с работы, солнце садится, и начинается дождь. Вот почему только. И все, все так, и все парятся абсолютно. Работаешь ты на поверхности, в горе ты в шахте херачишь, я не знаю, в троллейбусе сидишь ты, в метро. Каждая работа, она вот здесь, просто вилы, она так надоедает. Вот каждый день, вот эти рожи, смотрите, этих коллег своих, вот эти рожи, вот, смотрите. Ну, это у всех так, и ни хрена с этим не сделаешь. Ну, по крайней мере, жизнь, жизнь, она такая, пацаны. Хотя кому-то, говорю, и везет, что вот, может быть, знаешь, просыпается, такой утром, думает, вот он так чашку кофе держит. И дело у них далеко не в деньгах. Ему насрать, какая зарплата. Вот носит такой, кофе пьет, такой, думает. Во-первых, я сейчас приду. У меня очень красивая, не знаю, там, коллега, с кем я буду сегодня сидеть, там, общаться весь день. Возможно, я с ней поеду куда-то. Возможно, там у меня есть какой-то коллектив, с кем я так сяду, там, просто, там, все классно, там, общаться, там, истории какие-то. Есть такие, конечно, тоже работы, да. Но мы ходим с вами на работу, все-таки работать, заработать деньги, а не ходить и ляс отрещать, допустим, как у нас происходит. Ну, видите, у всех по-разному, как говорится. Но работа, как говорится, волк, не волк, в лес не убежит, но ни хрена себе не поделать. Вот такие дела. Все же я думаю, что лучше работать и получать хоть какие-то деньги, чем не работать вообще. Именно я с этим, знаете, как столкнулся. То есть раньше, когда я отдыхал по три месяца, я его не делил до отпуска, я отдыхал три месяца. И сколько бы тебе не заплатили денег в самом начале, на три месяца тебе этих денег не хватит при любом раскладе. Просто не хватит этих денег. И когда уже отпуск подходит к концу, деньги не кончаются, и у тебя их просто уже нет. Не то, что не кончаются, у тебя их просто нет. И ты думаешь, ну, быстрее бы уже выйти на работу, потому что там нет, как бы нужны деньги. И тогда вот начинаешь понимать, что лучше все-таки работать хоть как-то, хоть как-то что-то получать, чем не работать вообще. Но деньги, они все равно решают. Деньги решают. Если у человека денег нет, для него эти деньги еще больше решают. Если у человека денег очень много, для него эти деньги решают еще больше. Это никуда не убежишь. Это жизнь, как говорится, нельзя измерять в условных единицах. Вот так вот. Вот такие дела. Это был тонкий анализ, тема работа. Я говорю, можно брать просто какую-то специальность там отдельную, просто сидеть и рассуждать про то, как люди просто офигевают. Или наоборот. Вот так вот все классно. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok